МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И с нами в студии сегодня человек, который много лет посвящает себя путешествиям по нашей стране и очень много может рассказать. Я надеюсь, сегодня мы услышим от него много интересных фактов, но отправной точкой станет его путешествие из Воркуты в Москву, которому этому путешествию сегодня, точнее, в этом году исполнилось 30 лет, 5 августа 1987-го оно началось. Ну, в общем, давайте все подробности лучше узнаем от нашего главного героя. Сегодня в студии Александр Цепкало, заслуженный путешественник России, действительный член русского географического общества, ветеран спорта и вооруженных сил. Александр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы как будто бы вот сейчас прямо тоже готовы куда-то сорваться на длинный маршрут, но давайте вернемся к тому, к вашему юбилейному теперь же путешествию. Скажите, пожалуйста, как вообще пришла в голову мысль из Воркуты дойти до Москвы? Что вас на это сподобило, подтолкнуло? Да, спасибо большое. Такие вопросы мне задают часто, где я выступаю, где я встречаюсь с населением, в городах, населенных пунктах. И я всегда отвечаю так. Вся моя жизнь была связана со спортом непосредственно. И плюс к тому, у меня еще было четыре детских мечты. С детства я мечтал стать великим путешественником, военным, спортсменом и поэтом. Четыре мечты детства. Они меня преследовали всю жизнь. Все получилось? Все в жизни получилось, все реализовалось. Спасибо спорту. Спасибо спорту. Только при поддержке спорта, активного, военного, индивидуального спорта реализовались эти мечты. И когда я попал в Воркуту в 1986 году, продолжая службу в доблестных и славных советских вооруженных силах во внутренних войсках, к тому моменту я уже прослужил 14 лет календарных в рядах советских вооруженных сил. И имел уже большой опыт физической натренированности. Как мы знаем, вооруженные силы на чем жизнятся? На спорте. Постоянно надо быть в форме. Постоянно в боевой готовности. Постоянно, потому что эта армия защитница великой нашей Родины. На нее мы надеемся, на нее мы смотрим и на нее все надежды. Вот тогда мы, воины в то время, тоже об этом думали, что Родина смотрит на нас. Родина надеется на нас. Только мы, сыны Отечества, можем, способны защитить от любого агрессора. От любого агрессора. Это были мысли всегда о Родине, в первую очередь. И они сейчас присутствуют у каждого воина. Сейчас я встречаюсь и это я ощущаю. Так вот, тогда я задумался. А что бы еще совершить? Более богатые, более интересные, более экстремальные. Мало этого, что я вокруг Воркуты ходил. А, то есть это были пробные сначала заходы? Пробные, да, тренировочные, да. Вокруг Воркуты, там большое есть шахтерское кольцо, 50 километров. До шахты Хальмирью ходил 70 километров. На Сейду ходил 75 километров. И вот это я замерял. Если я на 70 километров уходил, 12 часов пешего перехода. А, то есть вы уже прикидывали время, расстояние? Да, 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 да. Уже я анализировал все вот эти броски, все вот эти тренировочные выходы в выходные дни. Как же я буду в маршруте на Москву? Как мне придется это все преодолевать? Ведь я взял на себя такую миссию. Ведь в Воркуте, в турклубе мы об этом говорили. В военной комендатуре, где я был начальником патруля, мы об этом говорили. Там разные родовида войск, военнослужащие были. И мы смотрели карты и прикидывали. Но никто не замахнулся там в Петербург достичь, Москвы. Миссия тяжелейшая, маршрут огромный, территория огромная. Чтобы выйти на старт, значит, нужно быть готовым. Рэмбо. Это надо с себя выкрутить все, выжать все, натренировать до такой степени, чтобы ты мог даже выйти на Олимпийские игры, на любой вид спорта. Вы помните тот день, когда вы стартовали из Воркуты? Конечно, непременно. Каким он был? Солнечным, дождливым? Да, это было 5 августа 1987 года. День был очень солнечный, теплый, по северным стандартам. Для Воркуты это очень хороший день. Хороший был день. И тогда я, когда всю зиму с 1986 на 1987 я провел в активных, жестких, режимных тренировках, тренировал в основном ноги, коньки. Вы знаете, что в Воркуте у нас парк городской, и там озеро есть. Оно на зиму замораживается, там трактора, бульдозеры очищают его. И там я всю зиму на коньках наматывал десятки километров. Девочки мои, две дочери, сзади бегали, папа кричали, мы уже устали, пойдем домой. Заодно и детей потренировали. Тренировали, да, детишек. Папа, хватит, мы уже замерзли, папа, пошли домой. А я чувствовал, что еще надо, еще, еще, еще. Коньки-лыжи, коньки-лыжи в тундру, в тундру, на каток. В общем, был оттренирован до такой степени, что я уже уверенно знал, что я этот огромный, сверхдальный, тяжелейший маршрут могу преодолеть. А вот, смотрите, мне интересно просто немножко о маршруте рассказать. Вы пошли, получается, по железной дороге или вдоль железной дороги? Да, вдоль железной дороги. С вами еще собачка была, да? Да. Но Тома, собачка Тома, да. Но собака, к сожалению, на каком-то этапе... Сошла с маршрута, сошла с маршрута, да. Значит, когда я начал тренировки вот эти активные, с осени 86-го года, к нам приблудилась маленькая собачка-дворняжечка. Девочки мои и дочки бегали по улице, мы с женой в квартире были, и они привели собачку в квартиру. Я жил в Воркуте на улице Ленина, на пятом этаже, возле горного техникума. И девочки мои привели собачку. И кричат, мама, папа, мама, папа, мы привели собачку, пусть она у нас живет. Она такая хорошенькая, шерстка у нее, такая симпатичная собачка. Мы с женой посмотрели, говорим, да пусть живет. Мы любили животных. Собака не знала, что ее ждет впереди. Не знала, не знала, к каким хозяинам она попала. А, видимо, она брошенная была. Видимо, хозяева кто-то уехал, а собаку бросили. И вот она бегала, бегала. И тут детишки как-то вот они там подружились и привели. И что с этой собакой? Когда я стал на маршруты выходить, на тренировочные, она только со мной. На лыжах я бегу, она за мной. Я кричу, Тома, иди домой, там же снега, прогружает она. Она бегает за мной. На коньках бегаю, она за мной. Это человек был, это живой человек, только не разговаривал. Все понимала. Ну, настолько мы так с ней вот понимали, друг друга с этой собачкой. И я ее взял с собой на маршрут. Прошла зима, прошло лето 87-го года. Мы с ней и на Хальмирью ходили, 70 километров. Не отставала ни на шаг. Ну, как не взять этого животного, четверохного друга с собой? На Сейду, все поселки вокруг Воркуты, 18 поселков. 13 шахт на тот период работало. Все шахты были обойдены. И в это же время одновременно я вел дневник, анализировал, записи записывал. Сколько я прохожу 5 километров? Сколько 10? 15, 20, 30, 40, 50? За какое время? А как восстанавливаться будет организм? Как моя работоспособность будет на следующий день? А вот, кстати, когда вы вышли на маршрут, сколько километров в день вы проходили? Да, значит, я рассчитал с горкомом Комсомола. Горком Комсомол пошел мне на встречу, куда я пришел, доложил первому секретарю горкома ВЛКСМ. Мы там подсчитали, что ежедневно 2173 километра надо проходить не меньше 40 километров. Не меньше. Но надо даже больше преодолевать 45, 50, 45. Ну, одним словом, мы вышли на цифру 50. Это очень непросто. 50 километров ежедневно, без отдыха. В любую погоду. В любую погоду. Это был действительно героический поступок человека, молодого, который рискнул на вот это пойти. Вы вот сейчас, оглядываясь на свое прошлое, думаете, что же я тогда наделал-то? Или повторили бы с удовольствием? С удовольствием бы еще раз повторил вот этот переход. Я вот сейчас в Оркуте был, приехал уже с миссией с 30-летием отмечать. Уже в Оркуте я был, там много встреч провел. И мы заводили в архиве, ну, в общем-то, с теми воркутинцами я разговор как-то затронул. Вот если бы я сейчас стартовал, дошел бы ли я в свои 64 года. Тогда 33 мне, а сейчас 64. Хотя я в спорт не бросаю своих повседневных дел. Заметно. Да-да-да-да. Вот, думаю, совершить вот сейчас бы в 64 года, это тоже научное было бы открытие какое-то. Смог бы я по 50 километров проходить? Или хотя бы по 40? Каждый день. Как мой организм сейчас бы переборол вот эти все тяготы и все тяжести, которые на маршруте выпадают? А вот рюкзак у вас какой был, тяжелый? Нет, сейчас вот путешественники же многие, ну, всегда берут с собой рюкзаки. Да-да-да. Сколько он весил? И в какой момент вы, может быть, почувствовали, что что ж я столько-то набрал-то с собой? Да. Были такие моменты? Конечно, конечно. Я лишнего груза набрал с собой. Лишнего с Воркуты стартовал 5 августа. Что я туда только не положил? Ну, представьте, первый раз на сверхдальную экспедицию опыта не было никакого. Никто не мог подсказать, что брать. Я сам по своей интуиции стал слаживать рюкзак. Ну, килограмм, наверное, 15 нагрузил точно. Но это ж уже тяжелый рюкзак. А 50 километров, это непросто. Через 50 километров 15 килограммов будут как 50. Да, совершенно вероятно. Там же увеличивается это все, прибавляется. И вот этот рюкзак тяжелый я постепенно по пути разгружал. Воду лишнюю выливал, ненужное что-то выбрасывал, что-то то, что-то, что-то. И до самого мигуня, до самого мигуня, 700 километров вот этот рюкзак я тянул за собой. Ну, он уже был настолько полупуст. Там спальный мешок он мне оставался. Хлеба там немножко, консерва там. А сразу же я нагрузил, там пять консерв положил. Ну, баночки все же с собой походные. А потом только нес одну консерву или две баночки. Ну, они же там 100-150 грамм. Пол булочки хлеба, водичку, халву брал. Ну, еще недостаточно были наши поселки. И продовольствие богатое, как сейчас, в наше время. Ну, что в магазин бывало? Зайдешь, крупа одна, в стеклянных баночках соки стояли. И купить нечего, в принципе. Ну, консервы. Тогда же мы победнее жили 30 лет назад, нежели вот сейчас мы вот видим. Так что с собой выбора мало, чего надо было брать. В основном на рыбе питался. Тушеночку иногда покупал, а так рыбные консервы. Так что до Микуня я вот этот рюкзак на себе тащил, как мог. Там я и машинистам отдавал, потому что я до Микуня там в нескольких воинских частях выступал. А когда зайдешь в воинскую часть, просят там выступить, пообедать там, покупаться надо. А время-то идет. Режимный график уже нарушается. И вот я ночи прихватывал. До 9, до 10 ночи, до 11 ночи. У вас же была задача, насколько я помню, за 50 дней дойти, да? За 50 дней, да, да, да. С 2 года до Москвы. Да, да, даже за 50, ну, старался я даже выкрутить себя так, чтобы хотя бы за 48, за 47, чтобы 3 дня назад там вернуться и на службу выйти, чтобы не опоздать. Там все рассчитано было. Все рассчитано. Так приходилось и по 55, по 60, 62 километра даже на одном из участков преодолел. Вот вы, наверное, спали хорошо, да? Палатку-то ставили, сразу... Нет, я не в палатках спал. А вы не в палатке? Да, да, да. А как вы спали, подождите? В основном, я в основном располагался там, где за 47 ночей, где мне встречались воинские части. А, то есть... Лагеря. Сыльные, где вышли на волю, и они как бы вольно, ну, у них казармы там или бараки. Хорошо, хоть палатку не надо было нести в саду? Не надо, не надо было палатку. Вот спальный мешок только был. Так что люди меня забирали с собой, видели, что я путешественник, уставший, грязный, полуголодный. Люди же у нас сердобольные. Ну, что мне, ночь только переночевать, а наутром опять я в атаку иду, опять штурмую дальше. Ну, в общем, где только не приходилось. В церквях разрушенных ночевал. В двух или в трех церквях, там уже в Вологодской области. Там такие церкви я видел, печально смотрел на это все. Думаю, вот, не куполов, ну, разрушенный. Там склады были, доски, цемент, кони стояли. В церквях это все было разрушено. То есть я там в трех или в двух церквях ночевал. В общем, где приходилось, там я и останавливал. Какие у вас самые яркие, может быть, моменты? Может быть, были какие-то опасные ситуации? Или наоборот, вам что-то интересное, необычное на маршруте встретилось? Вы знаете, я вам скажу так. Каждый день, каждый день, находясь на маршруте, вот в атаку, когда я вставал, в атаку штурмовать новые 50 километров, все было интересно. Потому что каждый день что-то новое. Новые люди, новый пейзаж, новая тайга. Ведь стартовал я в тундре, пройдя тундру, потом лесотундру, потом тайгу уже начал, глухую тайгу. Это же все-все поэтапно. Все это уходил в тайгу, в дебри. А как было страшно. Зверей диких встречали? Встречал лосей. Двоих лосей уже в Вологодской области, на границе с Архангельской, вышли два лося, огромные, на трассу. Машин же тогда мало было, Советский Союз был. Машин там одна, две, три машины пройдут только за день. И тишина, и лоси свободно через дорогу переходили. Зайцев видел, лис, волков не видел. Медведи, переходила медведица с медвежатами рано утром, перед моим стартом, когда я выходил еще в лесотундре. Мне сказали, Анатолий, там медведица с медвежатами, дежурные диспетчера. Машинисты заметили фара, прожектор, медведица рано утром переходила. Конечно, я соблюдал бдительность, осторожность, внимательность. Я же с собакой шел. Так что собака в какой-то степени меня спасала. Они звер дикий на собаку внимание обращал, не на человека. Это же естественно. У них же это так, в повадках вы в этих. Так что очень много интересного, много людей встретил. Я две книги написал по этому поводу, в двух частях. Все подробно там рассказал. Я подарил эти книги в Оркуту, в Госархив, на вечные времена в Оркутинце мне привез. Так что я там на телевидении рассказал, показывали эти книги. Так что я не бросил этот маршрут, как бы незамеченным для государства, для наших всех спортсменов. Надо обязательно, это же опыт, который может пригодиться любому путешественному. Обязательно, обязательно. Я все там рассказал, потому что будут потом у меня наследники, кто-то за мной еще. Кстати, уже я вот в одном из разговоров в Оркуте, один молодой человек сказал, я бы тоже собрался в эту экспедицию. Ну, Анатолий Александрович, не знаю, с чего начать, как вы шли, как вы тренировались. А он шофером работает. Я ему сказал, Дима, мощнейшие надо тренировки. Не жалеть себя, не жалеть, выкручивая из себя все, чтобы достичь какой-то цели, реализовать свою мечту. Надо себя отдать на алтарь, на пожертвования. Не жалеть себя, ни сердца, ни легкие, ни мышцы. Все надо отдать во имя чего-то, чтобы достичь каких-то целей. Вот, кстати, здесь у нас одна из, можно сказать, реликвий, да? Это та самая штормовка, в которой вы, собственно, и совершали тот переход большой путешествия. Да, да, да. Я взял вот эту штормовочку с собой не случайно. Показать новому поколению, новым молодым людям, которые выросли уже, которые не знают, что было тогда в 87-м году далеком. Как начиналось это, в чем я шел, как все это было. Людям молодым интересно. Сейчас я в воинских частях выступаю. Солдаты очень интересуются, потому что это защитники, это силовые структуры, им нужно вот это все. И вот это я взял штормовочку. Вот вы видите, она в таком же виде, как тогда я финишировал. Мне кажется, она выдержит такой же маршрут и еще раз. Еще раз, хотя ей уже 30 лет. Вот видите, в каком виде она уже выгоревшая. После нее еще было 30 экспедиций разных. И велопробегов, и лыжные, и сплавы по рекам. Так что она испытала очень большие тяготы на себе. Так что это раритетная штормовочка. Вот видите, здесь Советский Союз. Это вот областя, через которые я пересекал. Эти рекламки мне в одной из воинских частей города Ярославля, в полку, солдаты вот это вот нарисовали и прикрепили вот это, мы пришили. Ну и значки вот этих всех городов, которые там проходил я в пути, герб Советского Союза. Ну вот в таком виде, как я финишировал, так вот оно все сохранилось. Анатолий Александрович, вам не кажется, что вот у нас, у русских, есть какая-то страсть вот к таким путешествиям? Ведь очень много известных русских путешественников, да? Возьмем даже вот сейчас самого известного Федора Конюхова, да? Он тоже в одиночку. И причем вот, наверное, самые выдающиеся как раз путешественники в одиночку что-то совершают. Почему вот, как вы думаете, что с этим связано? То есть это, может, какие-то внутренние силы мобилизуются у человека. Почему вот именно в одиночку многие совершают такие большие переходы, путешествия? Да, спасибо за вопрос. На него надо ответить точно, вот как я считаю. Это вопрос очень актуальный, вы задали. Мне задают такие вопросы. Почему вы один? Вот у меня 33 экспедиции за плечами, 33 экспедиции разных, я профессиональный путешественник. В одной только экспедиции один молодой человек в Сибири, в Западной Сибири, где я совершал добровольческий лыжный десант и руководил этим десантом. Единственный человек, а была целая группа, когда узнали, что такая экспедиция будет стартовать в городе Новом Уренгое в 1994 году. Пришли ко мне домой человек 12 молодых людей, и я им показал и разложил на столе, и показал, и сказал, что нас ждет, какой километраж ежедневно проходить, какая экипировка, какие лыжи, у меня лыжи были заготовлены, все-все. Из 12 человек только один решился на этот риск пойти, на тяжелый труд, на тяжелый риск. Хан по национальности, местный житель, охотник, рыбак, лыжник, то есть местный человек, он знает все эти условия северной нашей жизни. И вот только в том лыжном десанте был такой смельчак, который пошел со мной. В остальных 32 экспедициях нет таких смельчаков. Почему нет? Потому что каждая моя экспедиция сверхдальняя. Сверхдальняя. Вот два года назад я совершил велопробег Мурманск-Москва, 2100 километров, и Брест-Москва. Кто согласится на эти маршруты? Это надо быть тренированным человеком, спортивным. Это надо любить, это надо уважать, это надо гордиться. Это же профессия. Путешественник эта профессия у нас в стране стала. Ведь у нас в Москве, в Кремле сделали звание почетное, заслуженный путешественник России. Придали внимание этому виду спорту. И этот спорт, путешествие, вошел в ряд спортивных наших дисциплин. Министерство спорта России. Это достойно. Но это на самом деле ты узнаешь себя уже настоящего. Конечно. Как говорится, вся шелуха отлетает. И ты уже к концу путешествия приходишь другим человеком. Вот вы, кстати, после того перехода в Оркута-Москва, что вы почувствовали, какие изменения вы почувствовали в себе, когда пришли, увидели там, вот Москву увидели, поняли, что все, я дошел. Что у вас вот внутри изменилось? Да, совершенно верно. Вы знаете, первая экспедиция, она перевернула мою жизнь. Перевернула полностью. У меня взгляды поменялись на людей, на отношения к природе, ко всему окружающему. У меня отношение ко всему поменялось в глобальном таком вот масштабе. Я другим стал человеком. Это вот действительно вот этот переход, события, ключевое было в моей жизни. Ключевое. С того момента я другим стал человеком. Я по-другому стал жить. Родные заметили, как вы заметили? Конечно. Дочки сказали, папа, ты какой-то стал другой. Конечно. Я повзрослел намного. Я по-другому стал смотреть. Я стал порядочным, культурным, справедливым, чувствительным, контактным. Ну, еще, еще, еще можно назвать. Я себя понял с другой стороны. Кто я есть? Зачем я живу? Для чего я живу на этом свете? Вот такие вопросы у меня вставали. А как встречали меня москвичи, московский военный гарнизон? А на пути как встречали? Ведь не забыть все то, что там было. Меня вспоминаю, я вот разведчик наш, полковой разведчик в тайге догнал меня и вручил пакет. Разведчик. Он говорил, Анатолий, я не думал, что я паровозами, тепловозами догоню вас. А он меня и обогнал, когда я шел. Я уже собаку оставил в Печоре, полуживую. 450 километров прошла, 9 ходовых дней. Уже сам я пошел, раненый весь, натертые были ноги, в бинтах, вот так лечил, на ходу лечил 2 недели. И вот он, разведчик, меня догнал и говорит, Анатолий, как вы в одиночку в тайге? Ну безлюдные места, это психология какую надо иметь, подготовку, чтобы все это выдержать. Один на один с тайгой. Человек и тайга один на один. Целыми днями. Не было в какие-то моменты страшно? Было, было, особенно ночью. Как бы я психологически не был настроен, как бы я шел в атаку, отдавая себе все. Но страх всегда присутствует, всегда. И осторожность, и бдительность. Но он и порождает осторожность, собственно. Да, да, да. Я вспоминаю на границе Архангельской области, ночью это было. Где-то уже 12-й час ночи был. Я перед этим в воинской части немного задержался. А мне же надо режим соблюдать, 50 километров. И вот я прихватил ночь, до 12 шел. И там поворот крутой. И я увидел только луч тепловоза. А сигнала не слышал, гудка не слышал, движение, стук колес не слышал. И только по лучу. Видимо, уже я уставший был, настолько уставший. Вот почему бдительность. Бдительность и еще раз внимательность. И вот я по лучу, увидел, как луч прошелся по тайге, вверху. А звука, стука не слышал. Там крутой поворот. Это хорошо, что я не задумавшись шагал. А смотрел все время, осматривался. И вдруг вижу, выскакивает тепловоз. Я резко, ну буквально в 5-7 метрах от меня, в 8. Я резко прыгаю вниз на насыпь. То есть это было опасно довольно. Очень опасно. А если бы я задумавшись шел, или уже полусонный шел, или еще какие-то способствовали такие. Так что маршрут, наша вообще вся экспедиция, вообще жизнь путешественника, она бывает и опасная. Это вид спорта очень-очень небезопасный. Я всегда вот выступаю везде, где меня приглашают, в спортклубах и так далее, и так далее. Я всегда об этом напоминаю и предупреждаю. Потому что фатальные исходы уже были. С нашими путешественниками русскими, с иностранными путешественниками, которые по России совершают. Об этом мне говорили журналисты. Поэтому, конечно, да, прежде всего надо об этом помнить. Мы вернемся в нашу студию совсем скоро, друзья. Впереди реклама, короткий выпуск новостей. И еще узнаем, какие маршруты удалось Анатолию Александровичу пройти за свою путешественническую карьеру, которая продолжается, между прочим. Так что сейчас реклама, оставайтесь на юргане. Продолжается рабочий полный. Напомню, что, друзья, у нас в студии сегодня заслуженный путешественник России. Анатолий Цепкало. Анатолий Александрович, почему вот у вас все-таки вы путешествуете только по России? И как вы считаете, многие ведь люди думают, что вот интересно поехать куда-то, в какую-то там другую точку мира. Но ведь наша страна действительно, можно всю жизнь ходить, наверное, и каждый раз что-то новое находить. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Вы о России сказали действительно великие слова. Страна наша великая, великая, огромная. Путешествовать, правильно вы сказали, можно всю жизнь, не выезжая за границу. Я в другой раз тоже слышу вот такие слова. Анатолий Александрович, почему вы никуда не ездите? Вот Федор Конюхов по всему миру путешествует и так далее, и так далее, и так далее. Я так отвечаю. У каждого путешественника свои планы, свои проекты, свои задачи и цели. У каждого путешественника. Их не так нас мало в России, известных, которые всю жизнь посвятили вот этому ремеслу. Не так мало нас. Но у каждого своя задача. А еще я сам для себя решил не выезжать из нашей огромной, красивой, солнечной, теплой страны России. Не выезжать никуда. Посвятить свою жизнь именно путешествуя здесь, в России. Наша прекрасная страна. Где еще такая есть страна на свете? На этом земном шаре. Нету. Нету стран таких. Разве можно отказаться от своей страны куда-то ехать? За какими-то там горами, морями, океанами. Зачем мне туда ехать? Кому туда я поеду? Кто меня там будет встречать? О чем я буду там говорить? Мне достаточно моей великой страны. Анатолий Александрович, а вот какой из маршрутов после Воркута-Москва еще так вот врезался вам в память, так сказать, и наиболее часто вспоминается вами? Какой еще из маршрутов такой для вас яркий самый оказался? После Воркутинского перехода, когда я уже приобрел опыт экспедиции, навыки, уже как бы я стал свой человек путешествий. Через год, в 88 году, я совершил сразу же пеший полярный, в высокоширотных наших полярных высотах, пеший переход в Воркута-Салихард. Из Европы в Азию, из Коми-Республики в Ямало-Денецкий округ. Тогда я посвятил миссию 70-летию ВЛКСМ. Я с комсомолом в Воркутинском очень плотно сотрудничал. И они попросили, Анатолий Александрович, мы бы хотели, вы как путешественник, чтобы вы... А сходите-ка вы на юбилей комсомола, да? Да. Зимой, да? Осень, осень, осень. Да, и вы, нам надо с Алихардом укрепить связи, контакты культурные, спортивные. И вы, как посланец от Воркуты, это в горкоме комсомола, мы сидели вот так и беседовали, это в 88 году, в сентябре месяце. Вы бы совершили переход, и вот как посланец вы бы понесли наше предложение о культурных связях двух городов. Ямало-Денецкого округа и Коми-Республики. Я согласился, а почему бы и нет? Это же спорт, культура, надо же ее развивать. Тем более на севере, в наших экстремальных условиях. И я совершил вторую вот эту экспедицию, там 300 километров я преодолел за 6 суток. Я написал там и воспоминания, книгу, ну, после каждой экспедиции я книги пишу. Мне кажется, да, после таких больших путешествий... Обязательно. Можно целую библиотеку, наверное. Конечно, у меня все фонды хранятся, все-все архивы, все-все хранят. Каждая экспедиция – это книга. После вот этой полярной экспедиции в 89-м году вопрос подняли мы уже в нашем генштабе, в главкомате внутренних войск вооруженных сил в Москве. А что, если совершить более огромный не пеший переход, а велопробег? Мы с Москвой, с главным командованием, главкоматом, с генералитетом, со мной они связались. И мы еще в Москве в 87-м году проговаривали это на встрече, когда завершился Варкутинский переход. Мы там обговаривали, чтобы посвятить какую-то экспедицию с целями военно-патриотического воспитания, военно-патриотической направленности экспедиции, ну, связанной с историей, с героическими нашими прошлыми делами, наших отцов, матерей и так далее, и так далее. Я согласился. Почему? Потому что я был способен на это. Уровень физической подготовки был. Вам уже, наверное, организм сам просил. Сам просил. Пойдем, Анатолий, пошли, собирайся, да? Собирайся. Идем в дорогу. Какой маршрут тогда, первый велопробег ваш какой-то? Тогда был первый велопробег. Мы, значит, решили с главкоматом вооруженных сил внутренних войск, мы решили старт сделать в городе героя Севастополя. Я с Воркуты, с велосипедом, с экипировкой отправился поездом до Новороссийска, с Новороссийска на комете, по морю, морем приплыл в Севастополь, там меня встречали, там была встреча с морскими офицерами, с адмиралами, там, в общем, уже была вся эта встреча у нас там, и меня проводили. Это было в августе 89-м году. Маршрут пролегал тогда, мы разработали его очень-очень детально, предметно. Колоссальную работу надо было провести на том маршруте, колоссальнейшую встречу было, очень большое количество. И Севастополь я стартовал и поехал через 6 городов-героев до Москвы и через 8 фронтов Великой Отечественной войны. Посвящая вот этот пробег, примкнули мы 45-летию Великой Победы. В этом году мы уже 72-ю годовщину отметили, а тогда 45-й годовщина. Еще много было фронтовиков, еще они трудились, я встречался с ними на пути, на всем. Они еще были бодренькие, еще трудились, работали, еще им за 60 уже было. Наверняка было приятно. Конечно, и у меня рекламы были на груди, на спине, связаны с 45-й годовщиной. Так что вот тот маршрут, конечно, незабываемый. И он мне дал первый опыт велопробега, дальнего велопробега по нашей советской стороне. После этого было, я так понимаю, еще несколько. Еще, еще, да, 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 да. Потому что было очень много разных, разных. Сибирь, Урал, ну Россию я вот так пересек от моря до моря несколько раз. Вот мы с дочерью перед тем, как сюда приехать, вот в родную республику Коми. Она для меня теперь родная стала на всю жизнь, потому что отсюда была победа добыта. Здесь, на этой земле, Коми-республики. Я Воркуту считаю победной. Она мне победу пронесла. Воркута, Воркута не забывается и никогда не забудется. Но я и в Сыктывкар проезжаю, потому что здесь воинская часть моя, родная, она существует. И вот видите, меня одели уже в форму, так что я снова солдатом стал. Снова вернулся в то далекое время, когда 45 лет назад я начинал служить в вооруженных силах. Спасибо командиру части, замполиту части, которые пригласили меня в Сыктывкар приехать, как бывшего воина, бывшего ветерана части. И вот я прибыл. Так что тот велопробег, Севастополь-Москва, дал мне еще шансы, опыт дал, подарил мне успех. Все то, что там было связано, работу, которую я провел. Также встречали в Москве, генералитет встречал, награды были, почести. Выступал я везде, рассказывал, убеждал. И надеюсь, что мои слова, мой опыт, труд спортсмена, путешественника я подарил молодежи. И вы знаете, я другой раз вот у нас в Новороссийске на пляж прихожу, вижу молодых людей, натренированных, красивых, физически. Ну просто молодцы ребята. Думаю, ну ведь это ж кто-то когда-то, возможно, меня слушал, ветерана, спортсмена. Я 45 лет отдал спорту и рассказываю. И на моих словах ребятушки учатся, занимаются. Я думаю, что вы ни одному молодому человеку, так сказать, вправили в хорошем смысле в мозге. Да, да, да. И наверняка кто-то вспоминает вас хорошим словом. И сейчас думаю, что вот Анатолий Цепкало когда-то был для меня примером, но и остается примером. Я желаю, чтобы у вас были новые маршруты. И чтобы они периодически заходили к нам тоже, чтобы вы рассказывали нашим телезрителям. Жителям республики. Да, желаю, чтобы ваше путешествие всегда продолжалось. Потому что жизнь, по сути, это тоже большое путешествие. Чтобы оно у вас всегда было интересное, насыщенное. Мы всегда вас рады, конечно же, видеть и на коме земле. Спасибо вам большое. Спасибо и вам. Это все спасибо. Друзья, напоминаю, что в нашей студии был Анатолий Цепкало, заслуженный путешественник России. Действительный член русского географического общества и ветеран спорта и вооруженных сил. Берите пример с таких людей, отправляйтесь в путешествия. И будьте счастливы. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Анатолий Цепкало Анатолий Цепкало